А знаете ли вы, что обильное употребление дистиллированной воды способствует очищению организма? Это миф, причем опасный для здоровья, поскольку дистиллированная вода не содержит вообще никаких минералов, а при чрезмерном употреблении нарушает водный баланс клеток, растягивая и повреждая их. Это проект «Еда для меня», в котором мы выясняем всю правду о правильном питании и полезных продуктах. Плата на кокосовом. Хорошо. Растительное молоко многие считают современным трендом, маркетинговым ходом или исключительно веганским продуктом. Но мало кто знает, что именно растительное молоко употребляли еще в древности и ценили его за вкус и полезные свойства. На вкус неплохо, а что там за польза? Давайте разбираться. Растительное молоко. Что это и как выдаивают растения? Можно ли растительным молоком полностью заменить животное? Чем оно может быть полезно и почему им все-таки лучше не злоупотреблять? Подробности в нашем выпуске. Фигура мечты стоит многих усилий. Об этом, как никто другой, знает диетолог Юлия Забелла. Прежде чем помочь другим в борьбе с лишним весом, этот путь она проделала сама. Похудела больше, чем на 30 килограммов. Но все было непросто. В погоне за заветными параметрами пришлось отказаться от любимых продуктов. Я не ела мясо два года, я не ела молочка. Для меня это вообще были запретные продукты. Я позволяла себе только рыбу и иногда кисломолочку, потому что они все-таки содержат те бактерии, которые нужны нашему организму. И благодаря вегетарианству я поняла, какие продукты для меня подходят, какие не подходят. И как бы это банально и смешно ни звучало, я поняла, что я безумно люблю мясо, но я могу легко обходиться без молока. И только в 35 лет я выявила у себя непереносимость лактозы. Лактоза – это молочный углевод, образованный простыми сахарами, глюкозой и галактозой. Как и все углеводы, лактоза – это дополнительный источник энергии, а еще строительный элемент организма, например, для костей и хрящевой ткани. Но для того, чтобы лактоза приносила пользу, нужно, чтобы она правильно усваивалась. В этом процессе основной участник – содержащийся в организме человека фермент лактазы. И если его недостаточно, то после очередной порции молока кишечник и желудок настигнет дискомфорт. Поэтому заменой коровьему молоку может стать растительное. Видов его целое множество – овсяное, миндальное, соевое и другие. На самом деле такой продукт, он не всем подходит, так как это чистый углевод и возможно, что его тоже кто-то не переносит, потому что он тяжелый продукт. Но диетологи рекомендуют его за счет того, что он не вызывает именно вот эту аллергию, непереносимость лактозы. Используют такой напиток в приготовлении кофе и выпечки. Рецепт каши не изменится, если вместо привычного молока добавить, например, овсяное. После того, как крупа впитает жидкость, добавляем соль и сахар по вкусу. А чтобы блюдо стало еще аппетитнее, можно украсить его фруктами, ягодами или орехами. Вообще растительное молоко что это такое? Это вытяжка из семян, злаков, из орехов. То есть в принципе растительное молоко можно сделать хоть из чего угодно. Назвали растительным молоком молоком просто по схожей консистенции цвету, потому что с коровьим животным молоком не имеет оно ничего общего. Кстати, продуктом современности растительное молоко тоже не назовешь. Оказывается, делали напиток еще в 13 веке на Ближнем Востоке. Правда, технология до наших дней не дошла. Сейчас такое молоко можно найти в магазинах и даже приготовить дома. Наталья Татаринцева экономист по образованию, но большой исследователь в душе. Стала поклонником и даже изготовителем напитка путем эксперимента. Чаще всего готовит кокосовое молоко. Смешивает в блендере урбеч, уже переработанную кокосовую стружку, с кипятком, а после процеживает. Хранится молоко в холодильнике до трех дней. Мне проще сделать самой, чем купить молоко с нужным мне составом. Потому что когда мы смотрим молоко на полке в магазине, там может быть лишние ингредиенты, сахар, какие-то добавки, ароматизаторы и так далее. Ну, чего мне не хотелось бы потреблять в пищу. Кокосовое молоко получается достаточно жирным, поэтому пить его Наталья не советует. Зато можно приготовить на нем, например, крем-суп с брокколи. Для этого нужно отварить брокколи, морковь, лук и картофель. Треть овощного бульона и готовые овощи поместить в блендер, добавить кокосовое молоко, все взбить до однородной текстуры. Смесь перелить в кастрюлю, добавить специи по вкусу и довести до кипения. Подавать блюдо нужно с яйцом. Но совсем исключать козье или коровье молоко из своего рациона специалисты по питанию не советуют. Все же привычное нам молоко содержит животный белок и богато кальцием и железом. Но в чем сильные и слабые стороны молока растительного? Если очень кратко, то здесь мы исходим из того, из чего растительное молоко сделано. То есть, если это из орехов, соответственно, все плюсы орехов оно и содержит. Если это злаки, то, соответственно, плюсы злаков и так далее. Лично мой фаворит кокосовое молоко, потому что это 24 аминокислоты в составе. Это практически все витамины, кроме витамина D. Это очень легко усвояемые жирные кислоты омега-3, 6, 9. Это топ, на мой взгляд, среди вариантов растительного молока. Однако именно этот вид молока обладает высокой калорийностью. Потреблять его в меру нужно тем, кто особенно следит за фигурой. Внимательнее стоит быть людям с аллергией на орехи. Напитки из них могут вызвать пищевую непереносимость. Мне хорошо для, например, лист с сахарным диабетом употреблять овсяное, потому что там очень много углеводов содержится, соответственно. Единственное молоко, которое может неблагоприятно сказываться в большей степени на мужчин, это соевое молоко. Та содержится изофлаван, который неблагоприятно влияет на репродуктивную систему, но для женщин он, наоборот, может сыграть плюсом. Поднимает количество половых гормонов, соответственно, в определенном возрасте. Но в старческом возрасте, в более пожилом таком, женщин тоже его не рекомендуется. А тем, кто покупает молоко в магазине, следует еще и внимательнее читать. Его состав, уверяют технологи. В нем могут встречаться пищевые добавки, консерванты, стабилизаторы и эмульгаторы. Покупать лучше тот продукт, содержимое которого понятнее. В этом уже продукте, ну, я, допустим, его уже не взял. Идет вода, второй компонент сахар. Ну, то есть, производитель добавил сахар дополнительно. Хотя, ну, путем ферментации мы можем получить этот сахар из, ну, основы. Ферментируем мы основу всю, раскладываем крахмал до простых сахаров. То есть, простые сахара, вы уже можете их ощущать на вкус, как что-то сладкое. Еще одна особенность растительного молока – его стоимость. Цена почти в два раза выше в сравнении с обычным молоком. Производители оправдывают этот факт стоимостью затрат на производстве, в том числе и сырья. Как видите, выбирать можно не только между животным и растительным молоком, но и отдать предпочтение какому-то из видов, например, овсяному, рисовому или соевому. Так, всего один новый продукт даст вам возможность поэкспериментировать на кухне и здорово разнообразить меню. Выбор за вами и приятного аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!